приветствуем вас на канале рейса горяченко дача сад огород цветы сегодня вечером мы собираемся провести одну очень важную агрооперацию перед этим мы будем обязательно поливать растения перед вот этим питательным раствором обязательно вообще все подкормки и защитные всякие мероприятия нужно проводить под полив поливаем и затем обрабатывать для того чтобы не сжигать не листья не цветочки и так у нас идет завтра вход идет холодного циклона ночью обещаю плюс 12 днем плюс 15 17 и для того чтобы да кстати потом же идет резкий выход из этого поэтому мы получается 6 дней назад обрабатывали все растения галпсином до этого был трихофит и мы от болезней спокойненько ушли но сейчас мы хотим подготовиться к этому новому холодному циклону и сразу же дать подкормку нашим томатам этот раствор не подходит для огурцов огурцы останутся в стороне обрабатываем только томаты перец и баклажаны посленовые все культуры как мы это будем сейчас готовить я вам все это покажу для обработки томатов это будет и защита и подкормка я уже его делала лет пять мы делаем вот эти растворы это молочный коктейль называется для этого мне нужно молоко свежее если есть просто на рынке очень удобно оно дешевое я поэтому беру свежее молоко далее пол литра мне надо меньше пол литра где-то чуть потому что мы будем разводить сейчас борную кислоту нужна борная кислота вот она обычно есть везде и сюда продается дальше йод марганцовка у меня вот такая и мочевина и плюс подкормка помидоры сейчас набираются плоды наливаются плоды нужен фосфор калий и вот вот эти составляющие мы готовим такой молочный коктейль для начала значит давайте сразу же скажу сколько нужно бора это очень неважная тема потому что мы можем сжечь а чтобы не сжечь значит я взвесила у меня вот эта ложечка маленькая кофейная мне нужно 1 грамм всего-навсего пожалуйста внимательно потому что у нас и подкормка будет вот у меня 1 грамм я взвешивала кофейная ложечка вот я сюда за засыпаю 1 грамм борной кислоты засыпаем и горячая водичка должна быть обязательно вот немножко для того чтобы растворить борную кислоту горячая вода это где-то 50 градусов начинает в чайнике чуть-чуть шуметь если нету градусника у меня нету градусника вот раствор борной кислоты готов по поводу борной кислоты не ставьте больше пожалуйста это и потому что у нас другие компоненты будут и если у вас жарко в теплице кстати если очень высокая жара можно даже меньше оставить борной кислоты 0 5 граммов то есть пол грамма вот борной кислоты потому что сгорят цветы я пробовала я почему делаю потому что сейчас именно такое бывает и больше это если сильно холодно тогда можно использовать ранние обработки сейчас делаю вот таким образом и так у меня есть уже растворенная борная кислота отправляю сюда в баночку а чтобы показать цвет просто у меня уже баночка вот здесь от марганцовки она я уже знаю сколько чего и так у нас есть борная кислота сейчас наша задача добавить немножечко марганцовки обычно так у нас это сухое где-то кристалликов смотрите чуть-чуть вот кристаллики если крупные то 10 сейчас покажу какой цвет должен быть цвет когда растворится и не сильно темный и не сильно светлый посмотрите растворяется какой цвет получается еще не все кристаллы растворились вот отлично пожалуйста делайте в этой очередности как я делаю это очень важно и так у нас кислота в первую очередь борная теперь марганцовку положили вот такой красивый цвет видите вот он не темно не светло теперь молочко это третий компонент который мы сейчас будем заливать значит я заливаю где-то около пол литра вот по вот так потому что я сейчас еще буду добавлять йод и мочевину и так у нас молочко здесь есть тоже перемешиваем обязательно нужно перемешивать перемешали видите какой цвет как будто бы кофе с молоком вот такое в детстве было кофе с молоком делали теперь следующий компонент очень важный это йод аптечный йод обычный значит сюда сейчас в эту жару ставим всего-навсего 15 капель у меня просто уже есть это много я уже знаю у меня меньше половины вот этой пробочки это 15 капель вот они капельки сюда снова же хорошенько нужно все перемешать 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 вот надо чтобы я тоже хорошенько растворился вот чуть-чуть темнее стало ну и завершающий штрих почти завершающий это у нас мочевина берем ложку мочевины это подкормка это и защита то же самое вот очень хорошо пока не растворится мы не будем завершающий добавлять компонент все не звенит еще фосфор калий я хочу сразу же добавить маранцово кислый калий есть там немножко поэтому здесь буквально 10 миллилитров а я уже знаю что в этой ложке 15 значит половину ложки вот добавляю сюда еще вот этого комплексного органического удобрения фосфор калий для плодообразования шикарно можно чисто калий но никаких других вот таких смесей с кислотами различными вот в такой последовательности сделали вот такой раствор причем делаем этот раствор и его сразу же готовим и сразу же в ведро заливаем и обрабатываем растения хорошо растворился теперь беру девять с половиной литра и литра воды температура воды очень важно не горячая не холодная должна быть температура воздуха теплицы соответствовать температуре воды чтобы не было этих контрастов поэтому у меня вечером при обработке где-то 24 от 24 до 26 градусов такая температура воды должна быть и потихонечку заливаю 9 половиной литра воды для общей сложности получается 10 литров вот этого раствора думаю что минуточку перемешаем и опрыскиваем хорошо нужно опрыскивать но не должно стекать с листьев мы это будем делать вечером снимаем заранее видео я эту этот раствор использую под корень уже тоже вечером потому что сейчас обрабатывать теплица очень жарко там за 30 градусов где-то 37 градусов при сквозняке поэтому я не обрабатываю сейчас будем обрабатывать чем позже вечером тем лучше поздно вечером и мы как раз успеем до момента того что у нас будет завтра уже холодный циклон зайдет и будет ночью там 12 14 градусов у нас растения уже будут подготовлены и самое интересное что после вот этого циклона там резко выходит снова приходит антициклон и очень жарко будет поэтому у нас растения уже будут подготовлены к этому резкому перепаду остальные подкормочки я вам все рассказывала показывала сегодняшнее видео у нас в обед было а сейчас это вечернее специально заранее готовлю чтобы могли подготовиться и так сегодняшнее вечернее опрыскивание всех томатов даст нам возможность и защитить растения от спор грибковых заболеваний различных ну и стимулировать рост плодов потому что мы кроме того что сделали молочный коктейль из важных компонентов добавили немножечко и органического жидкого удобрения которые будут стимулировать рост плодов уже теперь выход идет в жару после этого холодного циклона пора уже и заняться плодообразованием помогать образовывать плод плоды нашим растениям томатов раиса горяченко александр волик поделились своим опытом приготовления молочного коктейля и именно когда мы этот коктейль используем это не постоянный коктейль который можно все время его использовать и очень важно прошу еще раз пересмотреть перед тем как будете готовить последовательность и количество не увеличивайте количество количество борной кислоты очень внимательно к этому вопросу отнеситесь очень внимательно ну и марганцовка йод все это должно быть ровно столько сколько я вам сделала вот этот раствор и показала обычно мы раньше трижды проводили такие обработки но у нас тогда не было гаупсина и не было трихофита триходермина сейчас у нас в достаточном количестве всегда свежий есть препарат в семенных магазинах поэтому мы будем комбинировать и эти препараты ну а будет ли вторая обработка в прошлом году было две обработки до этого три будет ли 2 в этом году будет все зависеть от погодных условий если очень жарко мы не обрабатывает потому что вот эти цветочки все сгорят просто-напросто в такую жару прощаемся с вами до следующего видео надеемся что это поможет вам вы мне пишите что нету тех таких препаратов которые есть у нас но триходермин ищите у фитоспорин чего-то очень слабо работает последнее время не понимаю почему так происходит а вот молочный коктейль а затем снова же через десять дней 8-10 дней будет обработка против заболеваний различных это будет или триходермин гаупсин это можно использовать и и у вас это можно молочный коктейль но еще можно использовать и сыроводку но об этом мы будем говорить позже и у нас уже есть кстати в плейлисте томаты в этом плейлисте есть как мы делаем раствор прошу прощения раствор из сыроводки и с добавлением йода ну что мы прощаемся пока удачи вам мы готовимся к вечерней обработке а вам здоровья крепкого и уже хорошей погоды пусть она восстановится и вы сможете выращивать любимые овощные растения всего вам самого доброго а